День медика День медика Правильно не только за две жизни матери и ребенка, иногда и двойня, иногда и тройня. Надежда Балушка – врач-акушер-гинеколог. Сегодня получила грамоту Минздрава. Пять лет она работает в Республиканском центре матери и ребенка. В профессию пришла по зову сердца. Это не профессия, это образ жизни, это состояние души. Самая приятная профессия – это первый крик ребенка. Это просто мой самый любимый звук. И это невероятное счастье. И я до сих пор плачу на родах. Я до сих пор выхожу с такими эмоциями, окрыленная, выхожу с работы. Это не мои дети, но отчасти я к этому отношусь прям очень-очень глубоко. Сегодня Республиканский центр матери и ребенка – один из самых крупных медицинских центров в Приднестровье. Кроме акушерского и гинекологического стационаров, в учреждении действует и педиатрический. Есть отделение функциональной диагностики и единственная в Республике – реанимация для новорожденных и недоношенных детей. Все самые сложные пациенты из Республики у нас. Но мы справляемся с этой задачей и получаем удовлетворение от того, как получается вся эта наша работа. И за эту работу сегодня медикам говорили спасибо. Игорь Агафонов – врач, анестезиолог, реаниматолог. Сегодня получил грамоту президента. Наверное, как в любой работе, когда ты видишь труды и в конце счастливая мама, счастливый ребенок, данные касаются, допустим, роддом или вообще счастливый человек, и встречаешь где-то спустя полгода-год на улице и с тобой здороваются, говорят спасибо, то это, наверное, самое приятное, когда тебя запоминают и твой труд ценят. Сразу после торжественной части состоялся праздничный концерт от солистов Оркестра Главного штаба Вооруженных сил. От партии обновления для медиков мороженое. Поздравления принимали сегодня также врачи медицинского центра Медин, санэпидемстанции и шестой поликлиники в столице. Вице-спикер Галина Антюфеева вручила медикам грамоты Верховного совета и благодарственные письма.